Ребята, как понять, что он говорит? Он пытается мне что-то объяснить уже третий раз. Я его не понимаю. Как вы думаете, что он мне пытается сказать? Всё, я вдуприла. Ой, я, короче, приехала сегодня к Андрею. Уже расстелила кроватку. Жду вот это чудо, пока она покурит. Мы пойдём помаемся и ляжем уже спать наконец-то. А завтра мы просыпаемся рано. В 10 утра нам надо уже 100% проснуться и встать с кроватки. И в 11 просто вот так вот надо выехать уже. Может, мы даже раньше выйдем. Не обращайте внимания. Кот, в 11 уже точно нам надо выехать. Мне кажется, мы раньше должны выехать. И будет очень-очень что-то интересное. И я надеюсь, не в скором, но в скором времени у нас будет то, что Андрей завтра сделает. У нас будет это совместно. Я очень бы хотелось, поэтому... Я не знаю, мне кажется, я с вами поделюсь этим всё-таки, что... Я завтра скажу, чем вы поймёте. Но... Но вы уже поняли по названию, что Андрей делает. Я очень хочу, чтобы у нас была совместная какая-то. Мы с Андреем это обсуждали уже не раз. И мы оба хотим совместную какую-то татуировку. Поэтому, я думаю, мы сделаем её. Я не знаю, когда. Я не знаю, как скоро это произойдёт. Но я знаю, что это произойдёт в любом случае. Так что, я думаю, скоро будет очень интересный влог. Но как скоро? Вот я не могу говорить скоро, потому что я знаю, что это не совсем скоро произойдёт. Но я знаю, что это произойдёт. В общем, неважно. Вообще неважно. Но скоро, я думаю, будет очень интересный влог. Там, где мы будем набивать совместные татуировки. так что всем спокойной ночи ребята всем доброе утро мы очень-очень с андреем спешим потому что уже 11 часов он сейчас уже одевается я уже одета и все мы выходим и бежим делать татуировку итак мы уже вышли короче древже с татуировкой но мы не знаю покажем или нет если она станет меньше крови то тогда покажу короче пока я сидела наблюдала за этим процессом я думала что это потеряю сознание видела как он лежит тот вернется до поверхности на принципе нормально расскажи твои ощущения подожди я сейчас ничего не хочу рассказывать он чуть-чуть позже расскажет вам сейчас заказали пиццу заказ нам принесли гаспачо андрею очень понравилось да короче мы сидим ждем заказ мы сели кстати в очень уютном месте конечно надо было наверное вечерком идти чтобы было темно и огоньки вот эти возле которых мы сели и так что сейчас будем кушать нам принесли короче гаспачо да и вот это ее вот палочки посиди хаму и посиди хаму и то чипсы вроде бы съемка но они очень сладкие очень молоденькие очень хорошо очень 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 вот желтый и очень 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 так от прид Bog Fahrer где она и как бы что rates то так рассказываю что конкретно ну расскажи все вот ты проснулся с какими мыслями как ты шел на татуировку ты когда лег что тебя посетила когда встал все расскажи изначально был небольшой страх потом как я туда пришел поговорим поговорил с этим человеком не стало гораздо спокойнее чем было ранее я лег все обработал нанес мне макет мой кривой конечно его делал за пять минут на типа вроде неплохо получилось для первой татуировки тоже подойдет а больно было он сказал что сейчас я покажу тебе один раз нажми ты скажешь то боль которую ты представлял в линии я бы удивил на самом деле ничего больного в этом нет может конечно у меня маленькая татуировка не на раздраженной коже было сделано но потом когда мы начали на контур наводить то это было больнее да то есть кривился там отворачивался я видела не надо ну короче ты доволен да вы уже обработали сняли с нее пленочку и короче такая типа одноразовая детская пеленочка мы ее положили типа туда заклеили намазали матькой так что все отлично через надо мазать короче 3 и 4 дня надо добавлять ну типа заклеивать это пеленочкой типа одноразовой детской а через четыре дня потом в течение еще десяти дней просто мазать матькой пять раз в ней короче две недели мороки на татуировку и все будет шикарно да она знает лучше чем я сейчас мы еще короче попьем чай и уже будем выходить потому что нужно приедем в ульвер кстати заранее потому что я думаю что туда очень много людей придет наверно к поэтому будем выезжать уже скоро а 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 Это мой город, это твой город, браво. Ну чё, Киев, спасибо всем, кто качал вместе с нами. Кто не стеснялся, кто давал в жизни. Ну чё, напоследок, давайте пошупим Киев! Здорово, хорошего вечера, поздравляем торговый центр «Буливер», всего доброго. Сейчас мы, короче, приехали на Минску и тут идёт снежок, да? Да. Ты давай? Наша прогулка вся нежная, наша выездка. Интересно получилось. И ты, конечно, скажи привет. Не знаю. Ну? Здорово. Хай-хай. С вами Даня Гань. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бля, врача, а ты не можешь. Не можешь, блядь, что происходит? Дальше, полюбила, не вини. Короче, мы хорошо съездили посмотреть на РБК. Стой! Подожди! КОНЕЦ Короче, мы стояли-стояли и тут реально пошел хороший такой большой снег. Очень много снега. Эти ребята тут стоят уже. Смотрите на мех. Я пью, кстати, чайок с манго. Очень вкусный с манго. Я всегда хотела попробовать, но почему-то я никогда с манго не покупала. Все это не такое, как просто, но тоже нормально. Пойдет. Блядь, один процент! Короче, вот так вот мы сходили сегодня на ярмакам. Реально, сегодня такая суббота была классная. Просто посмотрите какой снег идет. Я еще сегодня у Андрюши буду ночевать. Сейчас мы уже пойдем домой. Все, мы с Андреем пришли домой, покушали только, что мы такие голодненькие были. Сделали попкорн. Попкорн? Что это за звуки такие странные я издаю. Купили орешки и какую-то шоколадку. Альпинелла какая-то. Кто производитель? Польша Познань. Будем пробовать. Я взяла с клубничкой, там еще была обычная черная, с ванилькой и с орехами и виноградом. Ну, типа с орехами и изюмом. И Андрей сейчас сделает дела. Мы выберем какой-то фильм и будем смотреть какой-нибудь интересный фильм. Мы наконец-то выбрали фильм «Дом странных детей. Миссис Падик» или как-то нет. Так что будем смотреть фильм. Ребята, мы вышли на улицу, а тут такая сегодня сказка зимняя какая-то. Много-много снега. И он так идет и идет, да? Да. Очень круто. Короче, мы сегодня проснулись, досмотрели фильм, который вчера не досмотрели. Тебе понравился? Да, интересный, в принципе, сюжет. Но надо было его от начала до конца смотреть одним целым. Ну, мы просто посмотрели половину фильма и уснули. И решили досмотреть вторую часть сегодня. Так что мы утром проснулись и сразу досмотрели. А, снег в лицо. Короче, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам этот влог был интересен. Я старалась настолько передать, насколько нам было весело и интересно и насыщенно все. Так что все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok